Всем привет, с вами Лурк и сегодня я вам расскажу, почему телевидение делает человека глупее. Субтитры делал DimaTorzok Телевидение создавалось как способ доставки изображения и звука из точки А в точку Б с помощью радиосигнала. Изначально сама мысль такого действия казалась абсурдной. Проводная и бумажная технология рулили, да и Попов со своим радио обнадеживал. Вполне хватало и этого. Знал бы Пауль Нипков, в чьи руки попадет его изобретение, он бы сжег все свои наработки. Но это не точно. Благая идея доставки аудио и визуальной информации на расстоянии скатилась в развлекаловое управление сознанием. Создатели телевизионной продукции идут по пути на меньшего сопротивления. Какие там естественные потребности у основной части населения? Питаться, размножаться и обсуждать соседа? Вот это и показываем. А в промежутках между этим отрабатываем бабло от любых спонсоров. Как стул не наладить во время диеты? Как при запоре помочь малышу? Как не уснуть в туалете с газетой? Как все успеть, если я спешу? Как? Как? Принимайте дюфалак! Ну нахер! Отец! Ну ты видел? Видел? Реальная жизнь не интересна никому. Любым СМИ приходится насильно усиливать отдельные моменты, чтобы хоть как-то заставить зрителя обратить свой взор на себя. Телевизионная картинка намного сочнее, люди в ящике красивее, небо голубей, эмоции острее, масло маслянее, справедливость справедливей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Вообще, еще в 1953 году идея об утуплении людей с помощью телевидения была высказана американским писателем Рэем Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту», в котором описывалось наше светлое будущее, где все книги подлежат сожжению, чтение и хранение их считается преступлением, а сознание людей всецело контролируется с помощью телевидения и радио. Также идея была и у Джорджа Оруэлла с его книгой «1984» и Олдоса Хаска с «Дивным новым миром». Всем, кто не читал эти книги, советую почитать. Серьезно, прочтите. Читай! Бери, читай! Бери, сука, книгу в руки и читай! Как это не парадоксально звучит, телевизор в СССР зомбоящиком не был. А за-за? А ха-ха! Во-первых, к тому времени, когда такие девайсы, передающие движущуюся картинку на расстоянии, стали доступны широким массам, уже даже последнему идиоту было понятно, что никакого коммунизма не построить. Народ слушал Бетлов, Высоцкого, западную попсу на магнитофон, а на пропаганду клал большой и толстый. Хуй. Нет, разумеется, пропаганда на ТВ и радио была хоть отбавляем. Но ее там было не больше, чем где-либо еще. Не следует забывать, что тогда партия контролировала, или по крайней мере пыталась контролировать абсолютно все сферы жизни граждан. Это точно! Во-вторых, тогда была жесточайшая цензура, которая помимо своего основного назначения попутно не давала говну просочиться на голубые экраны. В общем, если отбросить идеологическую шелуху и пропаганду, ТВ СССР было более чем смотрибельным. Кроме того, при всей политизированности, тупых штампах и скудной тематике, оно оставалось таки очагом культуры. В противовес нынешнему, льющему говно исключительно по системе... Схавают! С 1990 года под звуки ламбады страна заходила ходуном, и градус неадекват, а резко скакнул вверх. Блядство, рожеват, наркотики. Одновременно зарождаются местечковые телестудии, гоняющие древние голливудские мультфильмы в перемешку с новинками голливудского же кино, в переводе Володарского. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. После развала СССР, ТВ из советского становится российским, и навсегда занимается сначала про Ельцинскую, а затем про путинские позиции. Мне так кажется. Так вот, почему же ТВ отупляет человека? Телевидение сделано таким образом, чтобы удовлетворять самые низменные потребности человека. ТВ всегда дает только ангажированное мнение. Даже новости – это инструмент политической пропаганды. О каком развитии может идти речь? Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Ой, дурак. Другое дело – интернет. В интернете вы всегда можете найти полезную информацию, узнать разные мнения на ту или иную ситуацию или события, пообщаться с людьми из других стран и узнать, что в США или Украине живут вовсе не злые пиндосы или хохлы, а вполне нормальные и адекватные люди. Вот это поворот! Также в интернете вы можете вступить в дебаты и даже открыть свой канал, к примеру, на ютубе. Интернет огромными темпами вытесняет телевидение. Ведь нам, молодежи, просто-напросто не интересен телевизор. Ну или если интересен, то как приложение к приставке а-ля PS4 или Xbox. Всем спасибо за просмотр, с вами был Лурк. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если что, не сердитесь сильно, ведь все мои видео – это лишь мое субъективное мнение, которое не претендует на истину. Я не заставляю вас мне верить на слово, можете высказывать свое мнение в комментариях под видео. А, да, это еще одно главное отличие интернета от ТВ. Спасибо вам, мои зрители, за то, что остаетесь со мной. Всем пока. Интернет они, блядь, ставят, интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш.